Ну вот вам, друзья, немножко старится Имеются магазины, аптеки, больницы Дворец культуры вон даже, по-моему, какой-то Так что жить можно А следующий участок мы направляемся смотреть за 20 километров Вот старится Посмотрим, что предлагают нам там А вот красавица Волга Не особо ее видно, конечно Да, вот здесь вот тут можно видеть Волга, храм на берегу Красота При въезде в деревню сразу тут лесозаготовка Фуры стоят А я думаю, почему такая неплохая дорога, асфальтированная до этой деревни Оказывается, вот оно что Лесочек заготавливаем Так, ну по Я даже не знаю, что сказать По объяснению продавцов Последние 500 метров дорога грунтовая Ну что-то я Не думал, что настолько Как сказала продавец Асфальтовая дорога закончится Начнется грунтовая Вот грунтовая, судя по всему, началась Так Ну что-то я не знаю Пойду-ка я пешочком прогуляюсь Потрескивает все Сейчас еще людям дорогу здесь разломаю Друзья Ну что я вам скажу Приехал я вон оттуда вот Сказать, что дорога плохая Не сказать ничего Здесь Ну поскольку сейчас уже поздняя весна Сухо довольно-таки Здесь все нормально Но что было там Какие были там колеи Чуть ли не по колено Если бы у меня Я думаю, не была бы высокая машина Полноприводная То я бы где-нибудь там Себе точно бампер бы оторвал Это ладно Вот получается как бы Основная деревня там Метрах в 500 Опять же мы с вами на хуторке Вот дом Но непонятно То ли заброшен То ли получается приезжают сюда люди Так же как на дачу Ну в общем не живут А нас с вами интересует Вот этот вот дом Друзья, места Шикарнейшие Жалко тут Ветер сейчас такой Меня наверное будет очень плохо слышно Да и на камеру Всей этой красоты не передать Просто лес Начинается Вот прям здесь Перед домом Громаднейшее поле На горизонте лес Ну в общем места Сказка Как раз то, что мне Надо Но есть несколько но Во-первых Первое но Это дорога Приехал я собственно Вот ну вот Последний метр я доезжал Просто по полю По траве Что мы видим Сразу При въезде При входе Колодец Это не может Не радовать Так сейчас Заглянем в него Вон там даже Я вижу воду Так Колодец Это замечательно Это судя по всему Баня Так Зайдем Посмотрим Ну да Баня по черному Вроде бы как Вполне себе еще живая Но тут Естественно ничего не видно Так закроем Идем дальше Боюсь ничего не слышно Будет Ветрище Такой сегодня Так закрыли Идем далее Какая-то канавка Перед домом Вот сам дом Видно сразу Что он То ли приподнят То ли просто Стоит на таком Месте Но чувствуется Мне Что фундамент Здесь Меняли Потому что Он уж Больно свеженьким Он выглядит Вставлены Пластиковые окна Дом Высокий Можно сказать Добротный И еще Постоит Не один год Так Так Ну это пристрой Как обычно К дому Что мы видим Здесь Тоже какая-то Хозпостройка И вот чудо Пруд Неплохой себе Такой прудец Интересно Идем дальше Аккуратненько Тут мы видим Опять какую-то Хозпостройку Наверное Сарай По словам Продавцов Раньше Женщина Здесь жила И держала Скотину Ну грех Грех Жить в таком месте И никого не держать Я думаю Вы понимаете О чем я Так А вот Мы с вами Уже оказывается На огороде Тепличка Трава Колена Ну да Небольшая тепличка Видна Там сад Яблони Тут получается Уже Конец Огражденного Участка Ну да И дальше Вот Опять же Красотища Там дальше Судя по карте Речка Мы сейчас с вами Попробуем Проехать туда На нашем вездеходе Только я здесь До конца Все исследую Участок В объявлении Заявлен 92 сотки То есть Почти Гектар 250 Километров От Москвы Мы сейчас С вами находимся И буквально 22 Километра От города Старица Где есть Все необходимое Все заведения Все учреждения Которые необходимы Для жизни Ближайший магазин Просто магазин Продуктовый Находится в деревне Плохо Плохо Наверное Что мы Без продавца Хотя Я ей позвонил Предупредил Что я приеду Так Так Ну здесь Вот такие Вот дела Мы видим Заборчик Из простонастила Участок Небольшой Перед домом Огражден Только вот Я не пойму Где какая-то Калитка Вход что ли Здесь тоже Нет ничего Как люди Туда попадают Ну да ладно Какое-то Подобие Дровняка Но глаз Не нарадуется На всю Эту красоту Если честно И вот получается Мы обходим Его с другой стороны Ну да Сливы Яблони Сад неплохой Такой Сейчас попробуем Проникнуть На территорию А здесь Судя по всему Распахивался Картофельник Наверное Но места Классные Живописные Мне нравятся Я наконец Нашел Как попасть Непосредственно На придомовую Территорию Вот что мы Имеем здесь Тоже Заросли Колена Старый Яблоневый Сад Сам дом Фотографии Дома Я тогда Вставлю Сюда А ну да Вот она Калитка Ловко Замаскирована Как то Ну да Друзья Честно сказать Мне тут Очень нравится Но Останавливает Прям сходу Две вещи Это Дорога Вот прям сразу Отбивает все желание Хоть и с местными Я поговорил Они говорят Что деньги Деньги собраны Обещали Сделать Дорога И Цена Друзья Миллион Но Нет Миллион Это дорого Это слишком Дорого Для этого места Я конечно Все понимаю Но нет Будем думать Опять же Моя коронная Фраза Будем думать Смотреть Но Пока К сожалению Дороговато Для меня Да не то Что для меня А для этого места Дороговато Сейчас Вот двигаюсь К реке Еще раз Покажу Как это Выглядит Отсюда Вот Все Местность Вокруг Ну тут Конечно Руку надо Приложить Да естественно Везде Ее надо Приложить Сейчас Посмотрим Что там Внизу У нас Напоминаю Друзья Мы приехали Вон оттуда И здесь Можем видеть Вот такую Вот картину Небольшая Речка Подход Естественно Никакой Ну да Прям совсем Небольшая Ну все же Речка Течет Проточная вода Продолжение следует Продолжение следует А дальше Шикарный лес На том берегу Да и на этом Тоже имеется Вот такие вот дела Лесная дорога Вот От участка Который уходит В лес Да конечно На легковых Низких машинках Здесь делать нечего Только на подготовленных Можно пробраться К лесу Точнее В лес Друзья Сижу в машине Вот и уезжать Даже отсюда Не хочется Прям что-то Запало В душ Мне это место Ну надо Включить Холодный рассудок И вспомнить Что Цена этого всего Миллиона Это слишком дорого Это раз Во вторых Нет Дороги Люди Вот здесь Которые живут В метрах Ну наверное Как раз В четырехстах Пятиста Ближайшие Которых я увидел Они говорят Что зимой Что зимой чистят Просят И грейдер Прочищает Дорогу Ну и так же Конечно Я питаю надежды На то Что люди говорят На дорогу Они скинулись И скоро Должны ее Сделать Но опять же Как скоро И произойдет Лето Непонятно А так Место Я не знаю Меня с чем-то Зацепило Повторюсь И Вот прям Не хочется Отсюда уезжать И это близко К тому Что я ищу Да Но зачитаю Немножко С объявления Про дом Ну и в принципе Про участок Так Категории земли Земли Населенных пунктов Для ведения ЛПХ И ИЖС Деревня Жилая Расположена В 20 километрах От города Старица В 40 километрах От города Ржев В 80 километрах От Твери И в 250 километрах От Москвы По Новорижскому шоссе В деревне Есть небольшой Частный магазин Почта Школа и сад В 10 километрах На железнодорожной Станции Старица До деревни Ходит школьный автобус Дорога до деревни Асфальт Последние 500 метров Грунтовая дорога Причем В очень плачевном состоянии Если сейчас Можно проехать То в межсезонье Я даже на своей машине Не проеду Дом крайний Стоит в стороне От единственных соседей Подобно хутору Окружен полями Лесами Прекрасно подходит Для ведения Фермерского хозяйства И людям Предпочитающим Уединение Ну вы это Сами все Прекрасно видели Лес с грибами Ягодами Неподалеку Кругом Тишина Красота И дикая природа Соглашусь В доме Две рабочие печки Русская Сложена Два года назад И лежанка Просторная кухня Две комнаты В жилой части А также Две летние комнатки Сухой чистый погреб Полный рост На участке Имеется колодец Рабочая баня Сарай для сена И содержания животных Пруд с карасями Шикарный Яблоневый сад Большой огород С плодородной Удобренной Навозом землицей Землей Теплица Множество Плодово-ягодных Кустарников Очень живописное И чудесное место Добротный дом Покупали для себя Но продаем По сложившимся Обстоятельствам Не связанных с домом Земля отмежевана Все документы готовы Торг уместен При осмотре Так что Такие вот делишки Да Вот Место Где заканчивается Более-менее Грунтовая Нормальная дорога Здесь Настил из горбыля А это Объездной путь Ну как вам сказать По весне Я чувствую Тут Никто не проедет Вот для наглядности Какая высота Колей Так что Вот такие дела По всей деревне Идет совершенно Нормальная дорога Асфальтированная Вот даже Айц живет С дровами С дровами Я смотрю Тут проблем нету Местных Прям с лесопилки Все привозят Скорее всего Ну хоть в чем-то Плюс лесопилки Горбыля по всей деревне Лежит Кучами Вот кстати Автобусная Остановка А вот Наша любимая Почта России А это Судя по всему Бывший магазин Но местные Повторюсь Поговаривают Что тут есть Магазинчик Кто-то Какой-то Частник Держит Проедусь Дальше По деревне Посмотрю Что там На другом Конце Охрана Конечно же О лесопилка Масштабная Есть где брать Пиломатериал На строительство Опилки Опять же Красота Церковушка Церковушка Старенькая Вроде бы Как бы Даже восстанавливать Ее пытаются Еще один Аист Вон Не видно Наверное Отсюда будет Дальше Пиломатериал Продолжение следует...